Все превентивные работы на Суханье и Северной Двине завершаются. Уже завтра из Пушкина вылетает группа из 9 человек. Это специалисты Бенобороны. Ими будут определены точки для взрывов заторов. Судно на воздушной подушке готово и медикаменты закуплены. Продолжается усиление личного состава МВД. Госпитализация лежачих больных и эвакуация с подтопляемой зоны. Готовимся к самому неприятному развитию событий. Это 9,60. Такие уровни мы проходили в 1998 году. В 13-м было 9,40. И в 10-м было 9,20. Поэтому мы понимаем, как идет река. Котловские ледоколы попробуют завтра выйти из-за ТОНа и двигаться в сторону Великого Устюга. В Кузино, Красавиной, нашем городе находятся отряды МЧС. Ледоход в Великоустюгском районе сегодня начался в районе Полдерсы и Апок. При начале ледохода будет сделано оповещение звуковое, чтобы люди все понимали, что начался ледоход. И также будет постоянно делаться три раза в день информация по всем видам источников информации по подъему воды. Сегодня на сайте губернатора Волгодской области Олега Кувшинникова открыт специальный раздел, в котором размещается оперативная информация из районов, охваченных половодием. Там же можно в режиме реального времени следить за паводковой обстановкой в Великоустюгском районе. Впереди у нас Великий Устюг, Красавина. На сегодняшний день по моей команде заканчивается возведение ледоулавливающей дамбы вверх по течению Великоустюгу. Надеемся, что она сыграет свою роль и минимизирует проблемы для города Великий Устюг, Великоустюгского муниципального района. Сегодня я работаю в Москве, но ежечасно мне поступает информация о том, что происходит в регионе. По мере развития ситуации в разделе будут появляться самые полные сведения об уровне воды в районе, поводка опасных территорий, а также населенных пунктах, попавших в зону подтопления. Здесь же будут публиковаться данные о группировке спасательных сил и средств, мобилизированных на борьбу со стихией и мерах, предпринимаемых для защиты населения территорий. В перспективе раздел будет дополнен фото и видеоматериалами с мест событий. Евгения Шемякина, Максим Колосов, Новости провинции.